Как верующий от повиновения Аллаху и страха наказания Переходит к повиновению Ему из-за любви к Нему? Вообще-то не переходит. Зачем переходить? Взывает к нам с чаянием и страхом. Взывает к своему Господу со страхом и надеждой. Не переходи. Продолжай поклоняться Аллаху, но поклоняйся с любовью и страхом, надеждой и стремлением. Ученые говорят, в поклонении всемилостивому Аллаху, слава Ему и величия, должны собраться три вещи. Любовь, страх и надежда. Обязательно. Это слова заблудчих суфиев, которые говорят, «О Аллах, мы не поклоняемся Тебе из страха Твоего огня или желания Твоего рая, но лишь из-за любви к Тебе». Обладатели знания называют это ересью и куфром упаси Аллах. Благословенный Аллах, описывая своих верующих рабов, сказал, «Взывает к нам с чаянием и страхом. Взывает к своему Господу со страхом и надеждой. Страшаться Господа Своего, который над ними. И как мы можем тогда сказать, что мы не боимся и не надеемся, только любим?» Это ересь. Поэтому шейху лислям Ибн Тиммия говорит, «Кто поклоняется Аллаху со страхом, тот харури, то есть из хавариджей. Кто поклоняется Аллаху с надеждой, тот муржиит. Кто поклоняется Аллаху с любовью, тот еретик. Поистине Аллаху поклоняется с любовью, страхом и надеждой. Поэтому мы должны поклоняться Аллаху с любовью, со страхом и надеждой. Слава Ему и Величие! Слава Ему и Величие! Слава Ему и Величие!